всем привет друзья я док сегодня у меня еще один планшет p52 20 samsung galaxy top 3 замена тачскрина как видите раздолбаны все работает итак выключаем планшет открываем открываем заднюю крышку обращаю внимание здесь у нас находится гнездо зарядки открывает начинаем с обратной стороны то есть то есть вот то есть с этой потому что гнездо у нас выпирает немного дабы не сломать его часть часть открываем снимаем последнюю таким стоматологическим шпателем очень удобно не оставляет никаких следов царапин забыл проверить и предупредить обязательно посмотрите если есть карта памяти или сим-карта удалить ее памяти нету в противном случае можно повредить во время разборки сняли крышку так вот выглядит тачскрин новый проклеенный с обоих сторон кабель пылезащитная губка даже стоит довольно неплохого качества давайте проверим его сразу снимаем кабель старого разбитого тача ставим нул включаем проверяем загружается испанская компания orange движение пошли как видите все работает давайте проверим кнопки в общем то все нормально можно менять снимаем 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 разъем подстегиваем включаем планшет так снимать как обычно во многих видео показываю я снимаю таким канцелярским ножом наточенным сильно хорошо наточенным очень удобно снимается не надо ничего нагревать разве что вот здесь внизу нулево и будьте аккуратны Не отрежьте себе пальцы. Вот видите, довольно быстро. Старайтесь не касаться кончиком ножа дисплея, дабы не поцарапать его. В общем, прочный скотч двойной у самсунговских планшетов намного крепче и сильнее, чем на айпадах. Так, половину сняли. Добавляем сняли. Добавляем сняли. Добавляем сняли. Убираем сняли. Мясом. Все. Моментально схватывает, даже обрезаны. Дошли вот до сюда, далее смотрим, вот здесь находится у нас шлейф, обратите внимание, шлейф подсветки и кнопок вот этих вот кнопки Home, кнопки Home и вот этих двух кнопок. Поэтому здесь нож убираем, включаем фен, ставлю 350 градусов. И вот таким образом снимаем, видите, легко идет. Вот он, шлейф отсюда выходит. Нагрели, аккуратно сняли. Не задевая, не трогая шлейф, снимаем стекло. Удаляем. Удаляем. Удаляем крошку. Здесь я умудрился оставить палец. Старайтесь ничего не оставлять. Если оставили, то удаляйте вот такой вот бумажной салфеткой обычной, после нее не остается никаких следов. Далее, как обычно, очищаем поверхность. Удаляем старый скотч. Чищаем весь периметр. Снимаем скотч. Аккуратно вот в этом месте, где находится шлейф. Не повредите его. Такая вот клейкая масса, толстая остается. Настолько толстая, что если ее не убрать, могут остаться зазоры. остаться зазоры. Вроде все готово. остаться зазоры. Еще раз очищаем экран. Удаляем возможные пятна. Не надо никаких спреев, никаких тряпочек. Самое лучшее удаление пятен, рисков каких-либо. Это вот такая бумажная салфетка. Еще раз повторюсь. И так. Новый тач у нас полностью проклеен, как я уже говорил. Снимаем пленку. Снимаем пленку. Снимаем пленку. Пусть садится моментально. Поэтому перед посадкой тач-скрина долго не держите экран открытым. Очистили и сразу посадили ровно по центру. Соединяем тач, застегиваем. Защитный пластик сверху не забудьте. Друзья, в принципе и все. Основная задача затрата времени уходит на снятие стекла. Включаем, надеваем заднюю крышку, гнездо наушников. Вставляем сначала его и далее уже пристегиваем по кругу, по периметру точнее. Внимательно пристегивайте, потому что очень часто зазоры остаются, если где-то игрушка включилась. Все работает, как видите. На этом, наверное, все. Всем спасибо за внимание, друзья. Это был Dove. Подписывайтесь на наш канал. Только что мы с вами поменяли тач-скрин на последний, на сегодняшний день. Samsung Galaxy Tab 3 10-дюймовый экран, модель P5220. Всем спасибо за внимание, удачного дня, до свидания.